По районной программе Евгений Гудков получил 1100 блоков для строительства фермы, но по своей инициативе решил сделать строение больше. На это закупил на свои средства еще столько же блоков. На сегодняшний день в хозяйстве Гудкова 10 голов дойных коров. На дой зимой по-разному, пока дуется 6 коров. Молоко сдают по 24 рубля за литр. Я планирую увеличить поголовье, расшириться, но для этого нужна мне субсидия, поддержка государства. Потому что сейчас все дорого, я на свои финансы не вытяну просто. Поэтому будем думать, не знаю, можете оформлять КФХ буду. Главные помощники Евгения в хозяйстве – это родители. Без них хлопот в хозяйстве было бы больше. Альфия Гудкова многие годы проработала ветеринаром. В хозяйстве, как сама говорит, отвечает за все. Ветеринаром работала Геннадия Семегулыча, главный ветеринар была. Так что я отвечаю и за здоровье коров. Потом даю я их летом, и посла я их, и даю, и посла. Они постоянно, целый день со мной были. Поэтому я уже и там на них внимание обращаю, кто прихрамывает, кто что. И здесь телят тоже, пою телят. В таком большом хозяйстве без техники не обойтись. Пока у Гудковых имеются два трактора. В дальнейшем хотят приобрести еще. Корма для скота заготавливают целое лето. У семьи есть арендованная земля. Оттуда косят сено. По словам хозяев, для такого поголовья земли маловато. Семья, конечно, очень работящая, работоспособная. Видели то, что все заготавливают сами. И корма, и дуют сами, и доставка молока, и так далее. Все практически своими силами. И вся семья полностью задействована именно в этом нелегком сельскохозяйственном труде. Как говорит Альфия Гудкова, добиться можно всего. Было бы желание. Если руки есть, и ум есть, если есть желание, всего можно добиться. Всего. Это в городе, ну пусть городские там живут, они к этому приспособлены. А нам надо жить в деревне. И работать в деревне надо. Евгений в прошлом году начал строить дом. Также воспользовался поддержкой государства. Он вошел в программу строительства жилья для молодых специалистов на селе. Большой дом пришелся как нельзя кстати. У главы семейства недавно родился третий ребенок. Дом почти достроен. В нем есть вода, электричество и отопление. Айгуль Хусейнова, Артем Артемьев, БРТ.